всем 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 привет добро пожаловать в канаду добро пожаловать на мой канал сегодня я записываю продолжение видео чем закончился мой поход в комиссионку мой первый опыт на самом деле я никогда в жизнь в канаде вещи не сдавала свои и мне было интересно чем все это закончится и какие будут результаты я оставила свои вещи закончил предыдущую запись на том что я оставила свои вещи и вы мне сказали что на завтра мне напишут когда я могу вернуться забрать мои вещи или деньги в зависимости от того что они захотят взять что они захотят оставить значит я пришла на завтра магазин и я уже не снимала как бы ну подумала ладно не буду уже съемками обвалываться а расскажу вам потом чем все закончилось значит я во первых была немножко удивлена тем что женщина которая отдавала мне мои вещи часть вещей отдала дала мне деньги за часть вещей которые они решили оставить у себя я ожидала увидеть какую-то ну такую не знаю какие у меня были ожидания но я думаю это будет какая-то женщина такая более современная которая выглядит так что она разбирается в моде в том что модно что в тренде что нет встретила меня очень пожилая дама выглядевшие так что вообще представить себе что эта женщина может разбираться в моде разбираться в трендах разбираться в том что модно что нет я для меня это было вообще удивительно ну как бы девушки не судите меня строго не поймите мои слова неправильно я чувствую мое впечатление вот вы когда видите человека на улице в магазине у вас всегда складывается о нем какое-то впечатление что это человек который этот человеку эта женщина модница эта женщина не модница это любит как бы наряжаться и понимает в трендах разбирается а это нет это неплохо и нехорошо каждый человек любит что-то и любит тренды не любит наряжаться моду это совершенно не характеризует человека как плохого и хорошего это просто как бы ну вот если человек профессионально занимается одеждой и магазином то я предполагаю что этот человек который немножко что-то понимает опять же возможно чисто внешне впечатление возможно она прекрасно разбирается просто она выглядит и одета так что чисто вот такое вот обывательское представление когда встречает женщина с седыми волосами не очень причёсанная очень пожилая одета в какой-то совершенно майку и штаны такие знаете совершенно не фэшн то есть ну вот никакого признака не было на ней что она как бы немножко вот вообще хотя бы даже интересуется моды но она держит этот комиссионный магазин и она решает что она берет в продажу что нет возможно что она лучше меня разбирается просто чисто из своего опыта работы в этом ритейле совершенно не не обязательно что она должна сама быть модницей наверное может быть это так работает поэтому я просто рассказываю свои впечатления не говорю что она там какая-то ну значит взяли у меня три вещи из по-моему семи я не помню точно у меня здесь мешок стоит сколько у меня осталось взяли вещи совсем не те что я ожидала вернее не взяли вещи которые я была уверена что возьмут а взяли вещи которые я ну так думала возьмут не возьмут но взяли за каждую вещь мне дали 15 долларов то есть у меня было три вещи взяли получилось у меня получилось 45 долларов я получила кеша наличными на и вот так то есть это это как бы это очень мало это вообще ничего но я вам хочу сказать что если учесть что у нас в канаде очень трудно продать вещи одежду и любой вообще вот обувь все что так сказать был что называется очень-очень трудно продать даже легче продать какие-то вот какой-то мебель тоже тяжело но мне кажется легче продать какие-то я не знаю покрышки для машины там я не знаю какие-то инструменты гвозди и так далее продать легче чем одежда потому что магазин наполненный хламом и в расцелы и распродажи купить это можно довольно дешево и плюс еще один момент сейчас я вам объясню почему я это знаю потому что я еще занимаюсь есть такой веб-сайт и об на телефоне называется он пошмарк это американский канадский веб-сайт который типа и бэй только он занимается тем что он продает вещи в основном одежда обувь и бижутерию украшения аксессуары там в общем женские штучки что называется начинали они с этого сейчас они по-моему немножко расширились стали продавать какие-то товары для дома но в основном в основном конечно он как бы базируется на продаже одежды и он основан на таком знаете как будто социальная сеть то есть там друг другу можно фоллов ставить лайки ну в общем какие-то там устраивать типа сходки виртуальные значит где показывать свою одежду предлагать им в общем вот такая штука и я там кое-что продала но там тоже все очень сложно потому что там естественно не берет к беру тоже комиссию за это хотя не такую звездка а потому что я видела кстати что вещи которые меня дали до 15 долларов он них выставили потому что я в инстаграме разблюдая и они вещи эти показывают инстаграме тоже не только то что не в на novels не в инстаграме фотографирует это тоже выставляют эти вещи вот я видела цену которая не выставили мои вещи colleagues они 15 долларов они поставили 38-40, то есть фактически они забирают больше половины, вот, что не очень удобно. А Postmark, значит, берет какой-то там процент, намного меньше, но там нужно платить за пересылку. Причем за пересылку платит покупатель, но поскольку покупатель вы хотите продать, то покупатель очень часто предлагает вам оплатить пересылку, и вы как бы идите на встречу, платите пересылку, тогда вы получаете еще меньшую прибыль, потому что пересылка по Канаде стоит, по-моему, 12 с чем-то, по-моему, почти 13 долларов. То есть, если вы продаете 20-долларовую вещь, то вы понимаете, минус 13 долларов пересылка, минус комиссия, у вас остается домаров яиц, что называется. Поэтому я пошла, собственно, в этот вот, в этот магазин, но я вам хочу сказать, что и на Postmark тяжело продается, поэтому очень-очень трудно продать. Короче, так вот, взяли у меня вещи, которые я думала, что возьмут, и не взяли вещи, которые я ожидала, что возьмут. Еще я думаю по той причине, что когда я вот интересовалась, как продавать вещи на Postmark, я нашла несколько девочек на YouTube, которые показывают, как продавать вещи, что продается, они занимаются тем, что вот они нас в секонд-хендах скупают какие-то вещи и через Postmark продают их за больше денег, и таким образом зарабатывают. Значит, они все в один голос говорят, что лучше продаются вещи больших размеров, то есть вот у меня все вещи были в Small, в основном вещи Small-Medium, потому что я из них, я их, собственно, отнесла, потому что я выросла из них просто. Ну, и они немножко такие уже не совсем актуальны, но многие это носят, и есть люди, которые не очень прям заморачиваются, чтобы вот прямо быть такими модными-модными, вполне могут это носить и размер маленький. И вот они говорили, что очень-очень трудно продаются маленькие размеры, что лучше всего продается Large, Extra Large, а Small-Medium лучше не покупать в секонд-хенде на продажу, потому что вы потом замочитесь его продавать. И вот я так думаю, что, может быть, мои вещи взяли не все еще, потому что они все у меня размеры Small. Я, к сожалению, не сфотографировала то, что я отнесла и то, что у меня взяли, но я могу показать, что у меня не взяли. Если вам интересно, то вы можете посмотреть. Давайте вместе посмотрим. Значит, вот такой жакет, пиджак-жакет. Я не буду их примерять, потому что они мне маленькие все эти вещи. Вот такой вот очень симпатичный пиджачок. Это бренд Tahari. Это очень хороший бренд, довольно дорогой, и он довольно дорого стоит в магазине. Я когда-то с удовольствием очень много носила этот жакет, потому что он прекрасного черного цвета, но немножко с таким блеском, поэтому он как бы такой чуть-чуть нарядный, поэтому он очень красиво смотрится. Но, видите, не взяли у меня его, хотя, слушайте, я даже не знаю, какой это размер. Наверное, Small. Или даже Extra Small. Он очень маленький, давно на меня не налезает. Очень удобный черный, поэтому как бы я его очень много носила. Следующий жакет вообще очень интересный, очень симпатичный. Тоже удивлена, почему вы не взяли. Это бренд Джонс Нью-Йорк. Он вообще такой, знаете, у него интересная такая подкладка сделана в цветочке. Я вот так вот заворачивала этот рукав и вот таким вот образом носила этот отворот. Он такой, видите, в такую мелкую-мелкую полосочку. Но это четвертый Петит. Четвертый — это практически Extra Small Small. И Петит — это он еще от этого еще становится меньше. Я вам когда-то рассказывала, что вещи, которые у нас называются Петит — это вещи для женщин низкого роста, и они всегда-всегда чуть-чуть поменьше размера. Вот такой жакет. Очень симпатичный. Мне очень он нравится, но он мне мало. Я не знаю, почему он не взяли. Мне казалось, что это очень красивая вещь. Вот такой жакет. Тоже бренда Тахари. Тоже Small. Ну, видите, он немножко такой вышедший из моды, такой немножко outdated. Это сейчас вот такие коротенькие узенькие пиджачки. Когда-то это было очень модно. Сейчас это не очень модно, но, по-моему, снова возвращается в моду. Но я бы их, может быть, вы оставила, но я просто в него не влезу уже ни под какими... Не даже если я очень сильно похудею. Я когда-то была несколько лет назад, очень-очень худая, намного худее, чем сейчас. Килограмм на 10. Поэтому, вот видите, у него очень интересная, красивая ткань вот такая вот. Ну, не знаю, коротенький вот такой. На мой взгляд, он не такой уж и старомодный. Просто я подозреваю, что меня его не взяли из размера. Вот такой вот жакет. Очень симпатичный. Он, кстати, у меня, по-моему, еще с этикеткой. Да, вот видите, я его купила, ни разу не надела. И выросла из него. Это бренд Философи. Это довольно дорогая компания. Вот такое вот симпатичное оранжевое кружевное кружево. И такой вот на притали, на коротенький, на кнопках, на пуговицах здесь. И вот такой вот симпатичный, очень симпатичный. Курт стоил он. Я за него отдала долларов 30. У меня есть этикетка с магазина. Но это он был на селе. А вообще он стоил 150. Это я купила в нашем, значит, Binners Outlet. Там вещи из разных компаний. Короче, написано, что в Философе он стоил 300 долларов. 150 он стоил в Binners. И за 35 я его купила на распродаже. И, то есть, это, в общем, довольно такая дорогая, хорошая вещь. Но у меня его не взяли. Почему-то ему не понравился. Решили они, что не продадут его. Самое смешное, девочки, сейчас я вам расскажу, что вытащив последнюю вещь, я смотрю, что там что-то еще лежит в мешке, что я не знаю, что это. Это какие-то брюки, которые не мои, которые я им не приносила. И они, видимо, перепутали пакеты и положили в мой пакет чью-то вещь, которую они решили отдать хозяйке и брать в свой магазин. Я вот думаю, о чем делать. Наверное, надо отнести им туда. Или просто выбросить их, я не знаю. Потому что... Или в секонд-хенд отнести. Потому что это не мои брюки. Знаете, прошло, на самом деле, уже несколько дней с тех пор, как я там была. И никто не спохватился. И они мне как бы не позвонили, не написали. Ведь я не знаю, мой телефон. Ну, в общем, вот так. Короче, вот такие дела. Вот я вам показала, рассказала. И давайте будем прощаться. Я думаю, что, может быть, вам было это интересно. И такой мой опыт. Мне само это было интересно. Все, увидимся совсем скоро в следующем видео. Люблю, целую. Всем привет из Канады. Пока-пока-бай.